Так, и чем это вы тут собрались опять заниматься? Сейчас мы Анечка все объясним. Так как я пропустила из-за своей болезни много антистрессов и лизунов, мы решили... Софиш, да не влезет этот шарик тебе в рот. Что вы решили? Провести эксперименты. А, это те самые две космические слизи, которые мы не попробовали. Да, но мы решили провести эксперименты не только со слизьями. Не слизень, а слизь, Юмичук. А как же новогодние ролики? Ну, до нового года еще много. Ты же нам поможешь? Да, Ань, а со слизнями-то надо же что-то сделать. Не слизни, а слизь. Ох, как же я перенесла это купание в ванне, хотя шерстка получше стала. А еще? Яйки. Лайки за яйки. Яичные лайки. Софи, какие еще лайки за яйки? Яичные лайки. Ну, я имела в виду, типа, если много лайков соберем, снимем новогодний диайвай. Яичные лайки, прикольно. Юмичу, это я придумала. Я. Ладно, ладно, давайте лучше, Ань, яйца будут подписочные. Опять подписочные, Юмичу. А что значит подписочные? Подписочные яйца. Тук-тук и подпишись. Это подписочные ежики. Это очень необычная вещь. Я впервые в жизни такое вижу. Ну, колючки, понимаешь? Юмичу, отдай мне, а то ты же, они же острые. Юми, отдай скорее. Вместо яиц будут подписочные ежики. Хорошо, Юмичу, только ты же, если ты проглотишь такой ежик, это будет очень плохо. Отдай мне. Ежики подписочные. Ну, хотя бы один подписочный ежик. Нет, Юмичу, ни одного. Перестань. Подписочная колючечная висючка, хорошо. Так что значит подписочная? Ну, Аня показывает что-нибудь в кадре, а кто-то подписывается. Аня вот так ее болтает. А в это время новый подписчик смотрит и подписался. Да, Юмичу, хорошо. Смотрите, старики. Подпишись. Банда колючечных ежиков просит тебя. Ух ты, и что, правда работает? Смотри, смотри. Ух ты, точно, кто-то подписался. Только что прямо. Ничего себе. Я же говорю. Ребят, вы тут подождите, а я сейчас вернусь и мы начнем, хорошо? Да-да-да, конечно. Так, девочки, а у нас с Кисой Алисой другие планы. Мы уходим. Мы пойдем в посылочную комнату, распакуем посылки и покажем топовые подарки. Вы куда? Эйвен, ты опять? Пап, ты че? Скажите, что мы устали и пошли поспать. Я уже не уверена, что Аня поверит. 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 Я уже выбрала топовые подарки из посылки Ивановой Марии из города Москва. Я буду в Калопте сидеть. А где опять Эйвен с Кисой Алисой? Они ушли. Куда ушли? Ну, они очень устали. Им очень хочется спать, всю ночь играли, понимаешь? Очень устали. Хорошо, вы тут для своих экспериментов еще что-то подготовили. Какие-то маленькие пластмассовые шарики. Но зачем? Ох, Аня, это орбиш. Что? Орбиш. Орбиш? Юмичу имеет в виду орбис. Вот это орбис. А, это же специальный аквагрун для растений. Ань, да мы знаем. Это тоже орбис, Ань. Так вот, я сейчас вам про них расскажу. Аквагрунт это шарики, полимерный материал. А вы уже смотрели ролики на каналах? Какие ролики? Я видела на главном канале вышло видео Киса Алиса в первой ванне. Аня там мыла ее первый раз в жизни. Я еще не посмотрела. Можно будет потом ссылку в описании оставить. А на Ане на канале ты уже видела видео? Какое? 10 фактов о моем теле. Она там рассказала столько всего, чего даже я не знала о ней. Ничего себе, нет, я еще не видела. Может потом, как закончим эксперименты, сходим и посмотрим вместе? Да, классная идея. Можно напитки приготовить и посидеть, посмотреть ролики. Мне кажется, будет интересно. Надо ребятам потом сказать и ссылку в описании оставить. Юмичу ты уже еще не видела. Что я там не видела? Новые ролики на каналах на Ане на Маншек Фэмили. Вот так вот. Поняли? Да, Ань, поняли. Очень интересно. Да, очень полезная и важная информация. Юмичу, ты что там, спишь что ли? Ань, а Киса Алиса первые меня не посмотрела, как ее мыли? И твой ролик 10 фактов о моем теле. Опять ты про ролики, Юмичу. Давай, Ань, ссылки в описании там оставим? Хорошо, я оставлю. Вы вообще меня не слушали? Слушали, слушали, слушали. Это тоже для экспериментов. Ага, это те самые штуки, которые хотел без нас попробовать Эйван. Короче, нужно скипятить воду, чуть-чуть дать ей подостыть и потом опустить в этот кипяток карточку. Типа она растает, потом можно вытащить или пить. Я, конечно, не уверена, что это работает. Так, тут бакнотик для секретов, ручка и милая игрушка собачки. А это топовые подарки из посылки Семенова Игоря из города Орла. Сухой шампунь. О, шампунь я сразу вспомнила, как я мылась в ванне. Но есть и кое-что приятное лакомство. А я уже выбрала еще топовые подарки из посылки Ефремовой Варвары из города Южно-Сахалинска. Тут куча всяких поводочков, ошейничков и игрушки Микки Мауса. Тут даже есть поводочек для тебя, Киса Алиса, значит скоро пойдешь гулять на улицу. Я уже выбрала топовый подарок от Лисики Хаченко из Москвы. Да, я вижу. Ой, а что это такое? А, это кажется туннель. Я его раскрыл, смотри, тут внутри еще игрушка есть. Ну-ка, ну-ка. Так, я принесла воду, кипяток и воду для ваших орбизов. Давайте возьмем вот эту розовую штучку, как цвет нашего канала Magic Family и посмотрим, что с ней будет в кипятке. Надо подождать, давай пока орбизы засунем воду. Да, пока что с ней ничего не происходит и она твердая. Давайте я это уберу, чтобы вы не обожглись. И положим вот в эту водичку наши орбизы. Давайте буду высыпать аккуратненько. Не схватите никакой шарик, не съешьте тут ничего. И вторую пачечку тоже засыпаем сюда. Так, пока что они похожи девочке на кучу маленьких пластмассовых шариков, а должны стать типа вот такими. Будем ждать. А давайте попросим подписчиков написать в комментарии, что нам потом сделать с этими орбизами. Может фану орбизов для кисалисы? Нет, это будет жестоко. Она в обычной таване не очень хотела мыться. Я еще видео не смотрела, но знаю, что ты даже к ней туда залезла, в эту ванну. Да уж, это яичко, мы сюда положим наши смешанные лизуны и слизи. Да, ребят, пишите в комментарии свои предложения. Юми чудо напишут тебе в комментарии свои предложения, успокойся. И опрос. Будет. Ну что, давайте в этой баночке магической с надписью анимэджик, которую вы подготовили, смешаем наши лизуны и слизи. У меня новый тоннель, новый тоннель с игрушками. Он не такой, конечно, большой, как мой розовый, но тоже очень прикольный. Эйвен Аль... А, о, ой. А, 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 ой. Он перекатывается. Смотри, киса Алиса, какую я нашел огромную коробку. Откривошеева Александры Васильевны, город Владивосток. Слышал, они там что-то смешивать решили. И что? Я пошла к ним схожу. Эээ, ну ладно. Так, тут какой-то подарочек для Ани, его распакую позже. Тут очень красивые портреты всех нас. Еще один рисунок всех нас вместе с Аней. Конечно, это не все подарочки, я выбрал самые топовые, а это коробочка для Юмичу, покемоновская, и тут вкусняшки. Для Софии Миши тоже милые коробочки с лакомствами, голубая коробочка для меня с вкусняшками, это, видимо, для Киса Алисы, но ее тут нет, и коробочка для Ани со всякими женскими штучками. Привет, экспериментаторы! Киса Алиса, ну что там? Все под контролем Эйвана. О, Киса Алиса, ты выспалась, ну хорошо, мы как раз хотим сейчас попробовать смешать слизи и лизуны в одно вещество. Давайте посмотрим на вот эту вот золотую слизь, смотрите, какая она, смотрите, как эта слизь перекатывается с руки на руку и даже не прилипает, она такая странная и такая болтающаяся, хотите поближе разглядеть? Она похожа на соплика Дита, Юмичу, ну хватит, она очень красивая, смотрите, какая золотая, космическая. Смотрите, ее даже можно разделить на кусочки, поотрывать их, и они будут как самостоятельная слизь. Она как будто мокрая. А ты у нас мокрая не любишь, вспомни, как ты не хотела мыться в ванне, а? Мокрая, если она мокрая, почему она не оставляет мокрых пятен? Потому что это магическая слизь. Она что, волшебная? Ну, можно сказать и так, смотри, Киса Алиса, тебе нравится эта слизь? Она почти ничем не пахнет, она странная, нет, мне она не нравится, убери ее от меня, но может с ней можно и поиграть. Фу, она как мокрая. Ладно, давайте посмотрим еще на одну слизь, она уже другого цвета, она синенькая, тоже космическая, и я думаю, ведет она себя точно так же, как и золотая. Я снова, пожалуй, пойду посплю. Киса Алиса, ну ты куда? Смотрите, как она стекает прямо. Юми, только не лежи ее. Киса Алис, ты как выспишься, потом возвращайся к нам, мы будем сейчас смешивать лизунов. Ну давай, смешивай их. Сейчас попробуем. Я, пожалуй, их прям пожамкую, пожимаю, поперемешиваю, и тогда, я думаю, они в конце концов соединятся в одну единую слизь. В одну единую космическую сопельку. Все, готово, мы ее смешали, и теперь положим ее в баночку, и сейчас добавим к ней лизунов. Ты лизунов отдельно не показывай, мы их уже всех показывали в нашем ролике. Это фосфорный свечащийся лизун, кидай его туда. Это желтый лизун, который уже помер, а это очень красивый был космический такой лизун. Ух ты, он так прикольно тянется. Да, клади его тоже сюда. И еще один фиолетовый лизун, мы его тоже показывали, давай запихивай его туда. Он очень красивый, но он уже почему-то ломается. А теперь я попробую все это руками перемешать, замешать в единую массу. Йо, Мичу, только не лежи, пожалуйста, это. Что-то у меня не получается, слизь никак не хочет смешиваться с лизунами. Все потому, что они разные структуры, лизуны похожи, а слизь нет. Да, пожалуй, все-таки, посмотрите, что получается, надо слизь отделить от нашего гигантского лизуна. Я вернулась, я вернулась. Аккуратненький, Салиса, ты тут все сейчас развалишь. И чинюшка. Да, это было в пакетике для Ани вместе с красивой ручкой и тремя открыточками из Италии, даже пробочкой итальянской. Ну что ж, смешать лизуны у нас получилось. И получился вот такой вот гигантский просто антистресс лизун. А вот слизи вдвоем смешались, а с лизунами смешиваться не захотели. Разложи их по яйцам. Хорошо, слизь положим в это розовое яичко, а лизунок гиганта положим в это желтое яйцо и будем тоже хранить его здесь. Так, теперь посмотрим, что у нас стало с нашей карточкой. О, ребят, смотрите, она действительно размякла и стала мягкая. Теперь из нее можно лепить. Да, Ань, прикольно, слепи что-нибудь. Знаете, на что она похожа по ощущениям? Она похожа на жвачку. Она даже блестит, как жевательная резинка. И она начинает затвердевать. То есть, пока я леплю, она постепенно затвердевает и становится твердая. Получается, можно слепить что-нибудь, и оно потом затвердеет. У меня ничего не получилось слепить, поэтому я брошу ее обратно в воду, пусть размякнет. Давай пока проверим, что там с орбизами. Так, ну орбизы явно увеличились в размерах. Смотрите, икринки стали намного больше. Они правда похожи на икру, только цветную. Но все-таки они еще не очень-то большие, так что оставим их еще в воде. Аня, слепи розовый бантик. Она опять размякла, и из нее снова можно что-нибудь лепить. Да, лепильщик, девочки, из меня так себе. Это не похоже на розовый бантик. Развяжу-ка я эту штуку, она уже начала затвердевать. Очень прикольная штука. Да, Миш, ты права, это точно. Так, я принесла банку для орбизов. Мы сейчас все их сюда пересыпем, смешаем и сольем водичкой, чтобы поставить их на полочку, и пусть они там растут. О, как они красиво туда сыпятся, в эту банку. Зеленая икра. А теперь добавим туда наших цветных орбизов, и оставим их расти. Так, девочки, мне показалось, я слышала какой-то звук. Я пойду проверю, и сейчас вернусь. Я так и знала. Киса Алиса, Эйвен, что тут происходит? Что здесь за бардак? Вы что, опять наоткрывали посылки? Эээ, да, я выбирал топовые подарки. А киса Алиса ни при чем. Эйвен, ну опять ты, почему я должна всегда следить за тем, что ты делаешь? А киса Алиса ни при чем, конечно, ни при чем. А откуда этот туннель? Все, пойдемте бегом. Аня, давай эксперименты делать, а сами... Все, короче, надоело. Короче, ребят, ссылки там в описании на новые ролики на Magic Family, как мы или котика Алису. Есть фактов о моем теле. Ну, короче, подписывайтесь там, эээ, вот. Поставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик, если ты его найдешь. Сможешь первым видеть наш ролик. Первым под ним оставить свой комик. Значит, возможно, 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 он в наше видео вдруг попадет. С Новым Годом вас! Да не Новый Год еще.